Добрый день, уважаемые ребята! Мы с вами продолжаем уроки по естествознанию и тема нашего сегодняшнего урока — планета Земля. Итак, какие же были гипотезы о происхождении планеты Земля? Прежде всего, это были легенды о божественном сотворении плоского мира. Была гипотеза того, что Земля — это центр Вселенной, геоцентрическая система мира. Также Земля — это рядовая планета, которая вращается вокруг Солнца, это гелиоцентрическая система мира. Итак, ребята, как же формировались планеты? По современным данным, формирование планет происходило из газопылевой туманности. А теперь посмотрите, пожалуйста, примерно так выглядела поверхность Земли с ударными кратерами 4,7 миллиона лет назад. А это протоземля — 4,5 миллиарда лет назад. А это поверхность Земли, покрытая кристаллами льда, примерно 4,5 миллиарда лет назад. Волнение в земной атмосфере при разогревании планеты — 4,4 миллиарда лет назад. Остывающие лавовые озера — 4,3 миллиарда лет назад. Образование земной коры происходило примерно 4,3 миллиарда лет назад. Далее — начало периода дождей. Сильно нагретая поверхность планеты остывает. Это происходит примерно 4 миллиарда лет назад. Образование сети текущих вод — 3,9 миллиарда лет назад. В водах мелководных морей начинает зарождаться жизнь. Это происходило примерно 3,5 миллиарда лет назад. Бомбардировка поверхности большими метеоритами — примерно 1,5 миллиарда лет назад. Далее — высыхающие лагуны с примитивной полуназемной растительностью. Примерно 280 миллионов лет назад. А теперь, когда Земля была заселена, первые хвощи, плауны и папоротники появились примерно 350 миллионов лет назад. А это первобытный лес — примерно 300 миллионов лет назад. А это у нас морской залив в Юрский период — примерно 150 миллионов лет назад. А это у нас виды современной планеты Земля. И, конечно же, это картинки нашего прекрасного Кыргызстана. А это панорама нашего города Бишкек. На этой фотографии мы видим, как выглядят мегаполисы Земли, которые видны из космоса. Ребят, а теперь давайте подумаем, каким образом происходила смена типов атмосфер. Посмотрите, пожалуйста. У нас сначала была атмосфера восстановительная. Соответственно, кислорода в ней не было. Постепенно появлялись бактерии, которые смогли синтезировать органические вещества, используя энергию Солнца. Этот процесс называется фотосинтез. Жизнь усложнялась, и постепенно кислород накапливался в атмосфере. И когда образовался озоновый слой, вот тогда смогли выйти на сушу растения, а позже животные. И посмотрите, пожалуйста. Современное состояние свободного кислорода примерно 21%. Ребят, очень важно понимать, что та планета, которую мы сейчас знаем, она очень хрупкая. Пригодная для жизни среднеглобальная температура поддерживается только естественными природными системами Земли. Они защищают нашу планету от температурных катаклизмов. Средняя температура на поверхности Земли плюс 15 градусов Цельсия. Если мы разрушим нашу природу, то мы можем впасть либо в минусовые температуры, либо в плюсовые температуры. Но и в том, и в другом случае наша жизнь, и жизнь большинства живых организмов на этой планете может оказаться невозможной. А теперь очень важные тезисы. Что же такое жизнь? Жизнь – это не только наша с вами жизнь, как мы ее привыкли понимать. Это свойства нашей планеты в целом. И только естественные природные сообщества могут воспроизводить эту жизнь. А теперь самое важное. Ничто, созданное человеком, не в состоянии заменить биосферную функцию естественных природных экосистем. Потому что все, созданное человеком, на несколько порядков проще, чем самая примитивная живая экосистема. Это высказывание нашего великого ученого Эмиля Джапаровича Шукурова. Итак, ребята, жизнь сама создала условия для нашей жизни. Только нетронутые природные сообщества создают условия для формирования жизни на Земле. Нетронутые природные сообщества могут регулировать окружающую среду. И эти условия могут поддерживаться только в узком диапазоне, благоприятном для существования жизни в целом в течение нескольких миллиардов лет. Ребята, посмотрите, пожалуйста, как же происходит перемещение влаги по поверхности Земли. Оказывается, для того, чтобы влага достигала глубь континента, необходимо, чтобы на ее пути произрастал естественный лес. Таким образом, лес как бы закачивает влагу из океанов, как насос. Далее он испаряет эту влагу, и ветер переносит ее на дальние расстояния. Если на пути следования влаги не будет естественного леса, то, к сожалению, влага может циркулировать только на расстоянии 600 километров от поверхности океана. Поэтому естественный лес является очень важным для распределения влаги по поверхности Земли. Итак, ребята, давайте с вами посмотрим внутреннее строение Земли. Толщина земной коры, внешней оболочки, изменяется от нескольких километров в океанических областях до нескольких десятков километров в районах материков. Сфера земной коры очень небольшая. На ее долю приходится всего около 0,5 общей массы планеты. На долю мантии приходится около 67% общей массы планеты. Твердый слой верхней мантии, распространяющийся до различных глубин под океанами и континентами, совместно с земной корой называют литосферой, самой жесткой оболочкой Земли. В нижней мантии на глубине 2900 километров отмечается резкий скачок не только в скорости продольных волн, но и в плотности. А поперечные волны здесь исчезают совсем, что указывает на смену вещественного состава пород. Это внешняя граница ядра Земли. Земное ядро разделяется на две отдельные области. Жидкую — это внешнее ядро, и твердую — это внутреннее ядро. Переход между ними лежит на глубине 5156 километров. Железо — это элемент, который соответствует сейсмическим свойствам ядра и обильно распространен во Вселенной. В ядре планеты приблизительно 35% ее массы. Ребята, что же такое горные породы? Это природная совокупность минералов, более или менее постоянного минералогического состава, образующие самостоятельное тело в земной коре. Планеты земной группы и другие твердые космические объекты состоят из горных пород. Горные породы разделяют на плотные, такие как гранит, и рыхлые, например, песок, торф, глина. Все горные породы состоят из минералов. Например, гранит состоит из нескольких минералов — кварца, слюды, полевого шпата. В то время как известь состоит только из одного минерала — кальцита. Полезные ископаемые — это минеральные и органические образования земной коры, химический состав и физические свойства которых позволяют эффективно использовать их в сфере материального производства. Например, в качестве сырья или топлива. Различают твердые, жидкие, газообразные и полезные ископаемые. К ним относятся торф, уголь, нефть, медь, золото и многие другие. Ребят, давайте с вами познакомимся с теорией литосферных плит дрейфа материков. Немецкий геофизик Вегенер в книге «Происхождение материков и океанов» напишет «В 1910 году мне впервые пришла в голову мысль о перемещении материков. Когда, изучая карту мира, я поразился сходством с очертанием берегов по обе стороны Атлантического океана». Итак, посмотрите, пожалуйста, примерно 200 миллионов лет в триасовом периоде, как располагались материки. Мы видим Лавразию и мы видим Гондвану. Итак, единый материк Пангея расходится на материки Лавразию и Гондвану и приобретают при расхождении современные очертания материков. Итак, развивая свои предположения, Вегенер сгруппировал все материки в единый гигантский континент Пангея. Северная часть его Лавразия, а южная – Гондвана. Посмотрите, пожалуйста, Лавразия раскололась на два материка – это Северную Америку и Евразию. Гондвана раскололась на четыре материка – это Африка, Австралия, Южная Америка и Антарктида. В верхней части мантии происходит перетекание вещества, вызывающие вертикальные и горизонтальные движения участков литосферы, которые и приводят к движению материков. В настоящее время продолжается битва между континентами и океанами. Одна линия фронта простирается от Гибралтара до Индокитая на 10 тысяч километров, другая огненным кольцом опоясывает Тихий океан. Каждый горный хребет, залив, островная дуга, океанская впадина – это результат их движений. А теперь давайте поговорим о воздушном океане. Итак, атмосфера – это газовая оболочка небесного тела, удерживаемая около него гравитацией. Атмосфера определяет погоду на поверхности Земли. Изучением погоды занимается метеорология, а длительными вариациями климата – климатология. Атмосфера Земли возникла в результате выделения газов при вулканических извержениях. С появлением океанов и биосферы она сформировалась за счет газообмена с водой, растениями, животными и продуктами их разложения в почвах и болотах. Итак, что же такое воздух? Посмотрите, пожалуйста, состав воздуха. Азота примерно 78%, кислорода общая доля примерно 21%, аргона примерно 0,93% и углекислого газа всего 0,03%. Воздух – это естественная смесь газов, образующая земную атмосферу. Воздух необходим для нормального существования подавляющего числа наземных живых организмов. В настоящее время атмосфера Земли состоит в основном из газов и различных примесей. Это пыль, капли воды, кристаллы льда, морские соли, продукты горения. Концентрация газов, составляющих атмосферу, практически постоянно, за исключением воды и углекислого газа. Итак, как же у нас располагаются слои в атмосфере? Да-да, наша атмосфера похожа на слоёный пирог. Итак, самая ближняя часть к Земле – это тропосфера. В ней содержится 90% всей массы атмосферы. И все водные пары происходят также явления, определяющие погоду. Далее располагается стратосфера. В ней находится озоновый слой, который так важен для нас, потому что он защищает нашу планету от жёсткого ультрафиолетового излучения. Далее располагается мезосфера. И на высоте 75 км температура достигает минимума, примерно минус 90 градусов Цельсия. Далее располагается термосфера. Основным компонентом является водород и гелий. Поглощает излучение Солнца и является ионосферой. И внешний слой нашей атмосферы – это экзосфера. Атомы и молекулы беспрепятственно ускользают в космическое пространство. Итак, ребята, толщина атмосферы примерно 120 км от поверхности Земли. Следует отметить, что атмосфера имеет очень большое экологическое значение. Она защищает все живые организмы Земли от губительного влияния космических излучений. И ударов метеоритов. Регулирует сезонные температурные колебания. Уравновешивает и выравнивает суточные. Если бы атмосферы не существовало, то колебание суточной температуры на Земле достигало бы либо плюс 200, либо минус 200 градусов Цельсия. Итак, посмотрите, пожалуйста, в чем же еще заключается значение атмосферы. Итак, атмосфера защищает Землю от солнечного и космического излучения. Атмосфера – это условия существования живых организмов. Атмосфера – это защита поверхности Земли от перегрева днем и переохлаждения ночью. Атмосфера – это условия образования звука, ветров, осадков. Атмосфера – это возможность выветривания горных пород. Атмосфера – это защита от метеоритов. Ребят, мы с вами сказали, что в стратосфере находится озоновый слой, который защищает нашу планету. Но сейчас озоновый слой в атмосфере разрушается под воздействием фреонов. Это такие химикаты, которые используются в холодильниках и в различных аэрозолях. В определенное время над Антарктидой появляется так называемая озоновая дыра. Это уменьшение концентрации озона в озоновом слое. Такие дыры возникают и в других местах. А это значит, что вредное ультрафиолетовое излучение может достигнуть земной поверхности. Посмотрите, пожалуйста, как возросла площадь озоновой дыры, начиная с 1979 по 2013 год. Несозмеримо. Атмосфера изучается. Для чего это нужно? Для изучения состава воздуха, для выявления загрязнений, для установления погоды, для развития науки. Каким же способом изучается атмосфера? Прежде всего устанавливают метеорологические станции, метеорологические зонды, искусственные спутники, метеорологические ракеты. Посмотрите, пожалуйста, на картинки. Вот так вот выглядят метеорологические зонды, а вот так вот выглядят искусственные спутники. Итак, ребята, как говорил Антуан де Сент-Экзюпери, все мы пассажиры одного корабля по имени Земля. А это значит, пересесть из него просто некуда. Вот почему, вот потому-то все жители планеты должны сообща спасать свой общий дом под названием планета Земля. Итак, ребята, пожалуйста, посмотрите еще раз информацию по теме планеты Земля, а также для вас творческое задание. Сочините песенку, сказку или рисунок по теме сегодняшнего урока «Уникальность планеты Земля». Ребята, для дополнительных материалов вы можете отсканировать QR-код на передачи экологично, на биотическую регуляцию, на материалы по сохранению биоразнообразия и выступления профессора Эмиля Джапаровича Шукурова. Дополнительные материалы использовались с различных источников информации. Ребята, вы все огромные молодцы. Спасибо вам большое за работу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok